Девушки отдыхают Мелодрама «Молодая жена» Леонида Минадкера вышла в прокат в 1979 году. Сценарий фильма был создан на основе повести «За каменной стеной». В 1980 году картина была признана лучшим фильмом года. Несмотря на то, что фильм вышел более 40 лет назад, он до сих пор остается популярным. Даже современное поколение зрителей с удовольствием смотрит молодую жену. Картину можно заслуженно назвать культовой. Анна Каменкова исполнила в мелодраме главную роль. Актриса воплотила образ той самой молодой жены, которая была обманута женихом и назло окружающим, и самой себе вышла замуж за вдовца намного старше себя. За образ Мани Стрельцевой актриса получила приз за лучшую женскую роль. Утверждая на роль Каменкову, режиссер очень рисковал, поскольку на тот момент опыта в кино у актрисы было весьма немного. Да и внешне Анна была мало похожа на деревенскую девушку. Съемки в фильме молодая жена стали для актрисы судьбоносными. Первую роль в кино Каменкова получила в возрасте 5 лет. Это была главная роль в фильме «Девочка ищет отца». Однако потом актриса пропала с экранов телевизоров. Конечно, ее звали на пробы. Но всегда утверждали на роли других актрис. Анна Каменкова утратила всякую надежду на успешную карьеру в кино и решила, что не будет больше предпринимать попыток и сосредоточиться на работе в театре, если ее не утвердят на роль в молодой жене. На пробы актриса приехала измученная и уставшая, с кругами под глазами. Когда режиссер бросил в ее адрес фразу о том, что она явно не подходит на роль Мани, Каменкова разрыдалась. В итоге режиссер ее утвердил. Героиня Каменковой Мания была сиротой. Актриса, хоть и родилась в полной семье, в 9 лет лишилась матери. Возможно, поэтому ей удалось так точно передать образ Мани и органично вжиться в роль. Стоит отметить, что в некотором роде актриса повторила судьбу своей героини. Анна Каменкова вскоре после выхода картины на экраны вышла замуж за мужчину на 15 лет старше себя. Супругом актрисы стал режиссер Анатолий Спивак. Анна не скрывает, что благодаря мужу стала истинной актрисой. Он вместе с ней разбирал каждую роль. Мужчина был для нее гуру, поэтому она всегда слушалась его, прощала имеющиеся недостатки. Спивак оказался властным, не любил гостей и даже был против, чтобы их сын приводил в дом друзей. Актрисе многое пришлось скрывать от него. Она тайком посещала школу вождения и занималась строительством дома. Затем на ее пути возник другой мужчина и брак чуть не закончился разводом. Анна решила быть открытой, поэтому сказала мужу, что в ее сердце другой. Супруг не дал ей совершить необдуманный поступок и обещал измениться. Актриса не позволила себе выйти за рамки дозволенности в новом романе, а Спивак вел себя мягко и размеренно. Несмотря на все, между ними много общего – кино, театр и сын. Сейчас Анна Каменкова продолжает работать актрисой театра и кино. Также она озвучивает персонажей мультфильмов и является актрисой дубляжа. Сейчас актрисе 68 лет. Сергей Проханов. До съемок фильма молодая жена Сергей Проханов имел за плечами приличную фильмографию и был достаточно известным актером. После роли в фильме «Усатый няня» он получал мешки писем, а режиссеры засыпали его новыми предложениями. Однако все они были однотипными. Режиссеры видели в нем только положительного героя и славного парня. В молодой жене Проханов воплотил совершенно противоположный образ жениха, который бросил свою возлюбленную практически перед самой свадьбой ради другого увлечения. У Каменкова и Проханова долго не получалась сцена с пощечиной. Иди! Ну иди! Торгуй мясом! Часница! Режиссер попросил актрису ударить партнера по-настоящему на отмашь. В результате после нескольких дублей актер потерял слух на три дня. Актер не только активно снимался в кино, но и уделял много времени выступлениям на эстраде, работе в театре. В начале 90-х годов Сергей Проханов основал свой собственный театр «Луны». Большинство спектаклей были поставлены по пьесам, которые артист написал самостоятельно или в некоторой степени переработал. В постановках театра принимали участие многие звезды, включая Чулпан Хаматову, Елену Захарову, Валентина Смирницкого. Личная жизнь тоже складывалась удачно. Отправившись зимой на прогулку с друзьями, Проханов встретил свою судьбу. В сугробе снега копошились две девушки. Одна из них была Таней. Уже потом он узнал, что это внучка двух известных маршалов – Жукова и Василевского. Было Таней на момент знакомства 16 лет, а Сергею около 20. Дружба крепчала, переросла в любовь. Когда родители Тани узнали о возлюбленном своей дочери, не одобрили эту связь. Слишком разными они были по социальному статусу. Но Проханов, внук бессарабского цыгана, не привык пасовать перед трудностями. Он был уверен, что станет успешным. И все, через год состоялась свадьба. Потом в семье родились дочь Настя и сын Антон. Почти 25 лет длился брак, хотя часто до Татьяны доходили слухи, что муж гуляет. Она старалась не верить. Потом уже верила, но не разводилась ради детей. А когда сын и дочь выросли, поставила в этих отношениях точку. Сейчас дочь актера работает вместе с ним в Театре Луны. Она костюмер и руководитель студии «Маленькая Луна». С мужем они растят сына Степана, который продолжает династию славной семьи, учится в кадетском корпусе имени его прапрадеда Жукова. Сын Антон не пошел по актерской тропе. Он влюбился в Филиппины. Там у наследника Проханова сеть отелей и дайвинг-центр. Антон со своей супругой Светланой воспитывают двое детей. Усатому няне уже 68 лет. Несмотря на множество романов, которые у него были, семью он больше не создавал. Так и живет один, весь в работе и делах. И все же жалеет о том, что упустил свое счастье, потому что Татьяну любит по сей день. Владлен Бирюков. Роль зрелого супруга главной героини должен был сыграть Армен Джигарханян. Однако режиссер изменил свое решение. В итоге она досталась актеру Владлену Бирюкову. Он уже был известен по роли Якова Олейникова в сериале «Вечный зов», но большой популярности у актера не была. Каменкова говорила, что Владлену Бирюкову даже ничего не пришлось играть. Он был очень органичен в кадре, поскольку внутренними чертами характера походил на своего персонажа. После работы в фильме молодая жена актер стал довольно популярным и востребованным. Он много снимался. Однако в 90-е годы он завершил кинокарьеру, сосредоточился на работе в театре. С первой супругой познакомился в пионерском лагере. Театр приехал показать детям спектакль. Между Владленом и Людмилой сразу возникла симпатия, влюбленные и дня не могли прожить друг без друга. Владлен сделал девушке предложение и вскоре состоялась свадьба. Долго сохранять верность своей жене он не смог. Влюбчивый актер заводил один роман за другим. После развода они сохранили хорошие отношения, вторую жену звали Татьяна, он с ней познакомился через год после развода. Супруги прожили 18 лет в гражданском браке, а за год до смерти артиста узаконили свои отношения. Бурная молодость, злоупотребление алкоголем, гастроли, съемки – все это очень сильно подорвали здоровье Бирюкова. В 2005 году он умер от онкологического заболевания на руках у своей жены. Ему было 63 года. Софи Джошкариани. София исполнила роль Люси, дочери главного героя. Девочка не играла роль, она буквально жила в образе своей героини. После работы в молодой жене Софии снялась еще в нескольких картинах, после чего завершила актерскую карьеру. В данный момент проживает в Санкт-Петербурге. Елена Оржаник. Елена Оржаник исполнила в мелодраме молодая жена роль разлучницы Ангелины. На момент съемок в молодой жене актрисе исполнилось 18 лет. Спустя несколько лет Елена Оржаник окончила Щукинское училище и стала профессиональной актрисой. Снималась в фильмах за прекрасных дам. Палач, где находится на филе, все решает мгновение, Софьи Ковалевской, московской любовь. Елена активно снималась в кино вплоть до 90-х годов. В дальнейшем она прекратила актерскую карьеру. Многим зрителям Оржаник запомнилась по работе в фильме Карена Шахназарова «Город зеро», в котором она воплотила образ неодетой секретарши. В 1990 году актриса вышла замуж за бизнесмена Геннадия Вострецова. Через время пара переехала жить в Лос-Анджелес, США. Но семейная жизнь почти сразу не заладилась, так как мужчину привлекли к ответственности за мошенничество в особо крупных размерах. В 2002 году Елена развелась с мужем. Через время актриса Елена Оржаник познакомилась с американским музыкантом. Елена родила сына и дочь. Сейчас актриса проживает в Америке. Ей 60 лет. Галина Макарова. Актриса носила звание всесоюзной бабушки и очень гордилась этим. Во время сталинских репрессий родителям будущей актрисы пришлось уничтожить все документы, потому что ее отец служил в царской армии. В итоге Галине Клементьевне пришлось самостоятельно вычислять дату собственного рождения, поскольку в новых документах она была указана неправильно. При рождении родители назвали ее Агатой. Во время обучения в студии первого белорусского театра драмы актриса взяла псевдоним Галина и сменила свою фамилию Чихович на Апанасчик, так как отец Клементий Чихович был репрессирован. Актриса увлекалась экстремальными видами спорта, конный спорт, метание копья и даже стала чемпионкой по мотокроссу. Ее будущий супруг, Иван Макаров, увидел ее во время спектакля и сразу пропитался к ней огромной симпатией. После постановки он прошел за кулисы с целью познакомиться. Между ними вспыхнули чувства. Юная актриса без памяти влюбилась в привлекательного парня, который к тому же был еще военным. Их отношения развивались стремительно и очень скоро преобразовались в брак. Девушка ушла из театра и отправилась с мужем в Москву. Постепенно стала проявляться истинная натура мужа, весельчак и любитель погулять и покуражиться. Во второй половине 30-х у Читы Макарова родился сын, Эдуард. И шла размеренная семейная жизнь, пока не грянула война. Иван отправился на фронт, а Галина ожидала его с тревогой. И он вернулся живым, но с новой любимой женщиной. Эта измена положила конец браку, и Галина поехала назад в Минск вместе с сыном. По возвращении актриса снова стала работать в театре. И там она познакомилась с Павлом Пикуром, который стал ее вторым мужем. В этом браке женщина родила второго ребенка, девочку, которую назвали Таней. Правда, ни дочь, ни сын не пошли по родительским стопам. Эдуард стал видным политиком и работал помощником Михаила Горбачева. А дочь Татьяна стала чемпионкой по легкой атлетике, затем перешла на телевидение, где отработала около 30 лет. Практически до самой смерти Макарова снималась в кино. В 1993 году актриса скончалась на своей даче под Минском. Причиной кончины артистки стала остановка сердца. Ей было 73 года. Наталья Назарова. В мелодраме молодая жена Назарова очень ярко передала образ обиженной женщины, продавщицы Тамары, безответно влюбленной в вдовца Алексея Ивановича, который предпочел взять в жены не ее, а молодую девушку Маню. Жизнь талантливой актрисы перевернулась летом 1989 года. Она возвращалась вечером из театра, как вдруг кот-то к ней подбежал, нанес сокрушительный удар по голове и скрылся. Назарову доставили в больницу и практически вытащили с того света. В течение года Наталья Ивановна проходила курс лечения, выкарабкалась, но впоследствии врачи поставили неутешительный диагноз – шизофрения. Из-за этого Назарову уволили из театра и перестали приглашать сниматься в кино. Была замужем за театроведом Вячеславом Обросовым. Первые годы пара жила счастливо, коллеги радовались за Наталью. Все говорили, что они красивая пара. Потом супруг пристрастила к алкоголю. Наталья Ивановна подала на развод. Назарова жила в северной части столицы одна. Маму похоронила, чтобы выжить, читала стихи и пела песни на рынке. За это ей давали продукты, редко деньги. А данный момент Назарова живет одна в своей столичной квартире. Сейчас актрисе 71 год. Елена Мельникова сыграла роль Вали подруги Мани. В жизни я не похожа ни на одну из своих героинь. Я обладаю очень хорошей для актрисы способностью быть неузнаваемой. Меняться без грима. Часто меня не узнают даже мои близкие люди. Говорила Елена. Замужем. Супруг-архитектор. В браке родилось трое детей, сын Борис, а также дочери Ирина и Маша. Я очень счастливый человек. У меня прекрасная семья, говорила актриса. Татьяна Горлова. Баба Нюра, тетка Алексея Ивановича. Родилась в 1901 году. Дочь купца. Артистка провинциальных театров. Умерла в возрасте 82 лет. Валентина Владимирова сыграла роль Руфины. Муж Валерий Борисович Владимиров, кинооператор. Вместе они прожили около 40 лет. В браке родилась дочь Оксана. В последние годы Валентина Харлампиевна иногда жаловалась друзьям, что жизнь ее оказалась прожита напрасно. В 1992 году, во времена всеобщего кризиса, она ушла из театра на пенсию. Неожиданно вскоре ее муж погиб в автокатастрофе. После его смерти Валентина Харлампиевна переехала из московской квартиры в небольшой пригородный домик. Она сама ходила за водой, собственноручно колола дрова, стала обычной сельской женщиной. Коллеги ее не навещали, а сама она лишь изредка приезжала в столицу. В марте 1994 года соседи нашли Валентину Владимирову в ее подмосковном доме, она сидела за столом и, как казалось, просто тихо спала. О смерти актрисы ее поклонники и коллеги узнали лишь через несколько месяцев. Ей было 66 лет. Анатолий Рудаков. Когда в начале 90-х привычный уклад жизни рухнул, Анатолий Родионович задумался о смене профессии. Со временем, занимаясь торговлей сплавов для строительных организаций и крупных предприятий, Рудаков открыл в себе деловые качества. Очень часто при знакомстве актера узнавали, и это обстоятельство помогало быстрее заключать сделки. Удача сопутствовала Анатолию и в середине 2000-х свела с крупным бизнесменом и рьяным поклонником кинематографа. Он согласился стать инвестором, и через некоторое время Рудаков смог основать компанию «Киноцентр». На сегодняшний день Анатолий Родионович является генеральным директором кинокомпании, которая создает фильмы не только для взрослых, но и детей. Кроме этого, актер продолжает сниматься в фильмах, участвует в популярных программах, ведет активный образ жизни. Женат, имеет сына, есть два внука. Ему сейчас 70 лет. Любовь Соколова. Любовь родилась в подмосковном городе Иваново в 1921 году. Тут же Любовь познакомилась с молодым актером Георгием Араповским, который в мае 1941 года позвал ее замуж. По собственному признанию актрисы, тогда она растаяла от красивых ухаживаний и заботы со стороны молодого и красивого парня, а потому согласилась на его предложение. Однако уже через месяц началась война, которая унесла жизнь Георгия и его мамы. Ей чудом удалось выехать по дороге жизни в столицу. В 1956 году Любовь вновь приехала в столицу, где устроилась на прежние места работы. Однако ее театральная деятельность стала часто прерываться съемками в фильмах. Ее приглашали такие именитые режиссеры, как Андрон Кончаловский, Андрей Смирнов, Александр Серов и Георгий Данелия. Последний начал ухаживать за симпатичной актрисой, что привело ее в замешательство. После смерти первого мужа у Соколовой не было мужчин, и заводить новые отношения она не хотела. Однако напор Георгия был слишком сильным, и Любовь уступила. Несмотря на то, что супруги прожили вместе 26 лет, их отношения были далеко не идеальными. Любовь была домохозяйкой, она специально не брала больших ролей, чтобы обеспечивать домашний уют мужу. Однако страстный, увлекающийся Данелия часто пропадал на несколько дней, сильно напивался и увлекался другими женщинами. Так, например, вся Москва знала, что популярная в то время писательница Виктория Токарева, любовница режиссера Данелий. Свекровь была на стороне Соколовой, она уговаривала ее не разрушать семью ради ребенка. Актриса плакала, переживала, но продолжала жить с неверным мужем. Однажды Георгий так сильно заболел, что даже перенес клиническую смерть и был несколько недель прикован к постели. Соколова просиживала дни и ночи рядом с ним, но муж этого не оценил. Сразу после выздоровления он собрал вещи и уехал к другой женщине. Но это была не единственная трагедия актрисы. В 1985 году ее сын, 26-летний Николай Данелия, погиб при неизвестных обстоятельствах. Горе матери было невыносимым, но стойкая женщина не сломалась. После смерти сына Любовь Соколова стала работать с удвоенным рвением. За свою жизнь она исполнила не одну сотню ролей. Это были небольшие, но нужные любому фильму персонажи, бабушке, маме и секретарше-поварихе. Именно поэтому даже в лихие 90-е годы Любовь смогла сохранить карьеру и не погрязнуть в нищете, как это было со многими советскими актерами. Умерла актриса в 2001 году, прожив 79 лет. Подпишись на канал и жми на колокольчик, ведь мы приготовили много интересного для тебя. Субтитры создавал DimaTorzok